Десятилетняя школьница совершила самоубийство на детской площадке. Предполагают, что девочка ночью тихо вышла из дома и отправилась в соседний двор. Среди причин, которые сейчас рассматривают в Следственном комитете, увлечение японскими мультиками аниме. В январе суд постановил заблокировать 49 интернет-ресурсов, на которых дети могли смотреть эти мультики. Но только ли они заставили ребенка свести счеты с жизнью? Это может стать понятным лишь после завершения следствия. Колпино. Детская площадка у дома 6 на улице Новгородской. В холодную зимнюю ночь воскресенья сюда пришла десятилетняя школьница. Верхней одежды на ребенке не было. Девочка принесла стул и веревку, чтобы свести счеты с жизнью. Рано утром бездыханное детское тело увидел случайный прохожий. Он вызвал полицию. Мы пошли утром с ребенком погулять. Это где-то было полуодиннадцатого. Здесь все оцеплено. Милиция кругом ходит. Я говорю, что мы не пройдем. Нет. Ну, мы обернулись. А потом вышли. Знакомых встретили. Нам сказали, что девочка, говорит, лет 12 повесилась. Позже стало известно, что мать бросилась на поиски ее единственного ребенка. Около четырех утра. Обижала все дворы. Тщетно. В 6.50 позвонила в полицию. Все утро в Колпино работала оперативно-следственная группа. Допросили всех родственников и знакомых. Семья благополучная. Ребенок учился на отлично. Накануне вечером мирно легли спать. Единственное, что насторожило – увлечение погибшего ребенка. Девочка свободное время посвящала просмотру японских аниме. В том же Китае многие японские мультфильмы запрещены просмотру. То есть вот они реально заботятся. В январе Колпинский районный суд запретил к показу в России японский анимационный фильм «Тетрадь смерти» и еще три мультфильма. С иском о блокировке ссылок, где они размещены, тогда выступила Петербургская прокуратура. Несколько школьников нашего города совершили суицидальные действия. Собственно, при этом на детях находились предметы, одежды, указанные в исследованных нами анимационных фильмах. Трагедии в Колпино предшествовал случай в Приморском районе. 12 января из окна 4 этажа школы 640 на улице Савушкина выпрыгнул шестиклассник. Он тоже смотрел аниме «Тетрадь смерти». Мальчик повторил кадры с фильма, надел красный галстук. Ребенок выжил, но получил тяжелые травмы. «Ребенок, когда просмотрев такое видеоизображение, может, начиная подражать, совершить суицид в одном случае. В другом он формирует у себя ценностные установки на поведение агрессивное по отношению к ближнему, и в том числе, естественно, к самому себе». Школьница из Колпино ни на каких учетах не состояла. В социальных сетях ее страницы найти не удалось. «Из благополучной семьи сказали, что и мама, и папа хорошие. А что вот случилось?» Дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства». Игорь Иванов, степень защиты.